Привет, меня зовут Илья, это видео на сайте androidjam.ru, в котором я расскажу, что показали на выставке CES 2015 6 января. HTC представила селфи-фон из линейки Desire, который получил номер 826. Несмотря на то, что смартфон позиционируется как девайс с крутой фронтальной камерой, что на мой взгляд полное дурачество, он довольно неплох в остальных аспектах. Но раз уж я начал про камеру, то уже и закончим с ней. Спереди тут видимо такой же 4-х ультрапиксельный модуль, как в HTC One M8, основная камера 13-мегапиксельная. Смартфон работает на 64-битном восьмиядерном Snapdragon 615, оперативной памяти 2 гигабайта, а 5,5-дюймовый экран имеет Full HD разрешение. Desire 826 это первый смартфон HTC, который изначально выпускается на Android 5.0 Lollipop. Мне очень радует то, что новый Sense не то чтобы сильно отличается от старого, некоторые элементы стали плоскими, но в целом интерфейс все тот же. Корпус сделан похожим на таковой в Desire Eye, только задняя панелька глянцевая, пока неизвестно ни то в каких странах девайс поступит в продажу, ни то по какой цене. Также тайваньцы показали ультрабюджетный Desire 320 на Android 4.4 KitKat. Тут 4,5-дюймовый TFT-экран с разрешением 480 на 854, 512 мегабайт или 1 гигабайт оперативной памяти в зависимости от региона, 5-мегапиксельная камера, аккумулятор на 2100 мАч и 4-ядерный процессор MediaTek с частотой 1,3 ГГц. Характеристики более чем скромные, но и цена соответствующая. В США, там где будет доступна версия с 512 мегабайтами оперативки, он будет стоить всего 80 долларов. Свой первый смартфон представила компания Kodak, правда непонятно на что она с ним рассчитывает, но уже довольно плотно в забитом рынке. Можно было бы ожидать от американского производителя камерафона, но нет, тут используется, судя по тестам, неплохой 13-мегапиксельный сенсор, но ничего особенного в нем нет. Kodak EM5 работает на базе 8-ядерного MediaTek 6592, оперативной памяти 1 ГБ, операционная система Android 4.4 с последующим обновлением до Lollipop. Экран 5-дюймовый с HD-разрешением, аккумулятор имеет емкость 2150 мАч. Цена в Европе составит аж 300 евро, что очень много за такой смартфон. В Индии стартуют два новых смартфона Samsung E5 и E7 и снова это селфи-фоны. Кроме того, оба устройства оборудованы AMOLED-экранами и в толщину они всего 7,3 мм. Фронтальные камеры 5-мегапиксельные и охватывают угол 120 градусов. Модель постарше Samsung Galaxy E7 имеет 5,5-дюймовый экран, 4-ядерный процессор на 1,2 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти, 13-мегапиксельную камеру и аккумулятор на 2950 мАч. E5 получил 5-дюймовый экран, такой же как в E7 процессор, 1,5 ГБ оперативки и 8-мегапиксельную камеру, а емкость батарейки составила 2400 мАч. К сожалению, ни разрешения экранов, ни модель процессора Samsung пока не называет. Три новых смартфона представила китайская ZTE. Nubia Z7 это флагман, оборудованный 5,5-дюймовым экраном с 2К разрешением. Работает устройство на Android KitKat с фирменной оболочкой ZTE. Процессор Snapdragon 801 в связке с 3 ГБ оперативки. Аккумулятор имеет емкость 3000 мАч, камера 13-мегапиксельная, в ней есть оптическая стабилизация и возможность записи 4К видео. ZTE Star 2 получился несколько скромнее, чем Z7, но он все равно очень классный. Первым делом бросается в глаза внешний вид смартфона, тут острые углы и стекло с обеих сторон. Экран 5-дюймовый с Full HD разрешением. Процессор тот же, что и в Nubia Z7, оперативной памяти меньше, 2 ГБ. Камера 13-мегапиксельная, емкость батареи составляет 2300 мАч. Операционная система Android KitKat. Ну и наконец, фаблет с довольно длинным названием. ZTE Grand X Max Plus. Внешне он похож на Star 2, но на этом сходство заканчивается. Экран 6-дюймовый с не самым большим разрешением для такой диагонали, всего-то HD. Процессор Snapdragon 400, оперативной памяти 2 ГБ. Камера 13-мегапиксельная, а батарея имеет емкость 3200 мАч. Впрочем, и стоит смартфон немного. В США, без привязки к оператору, он обойдется в 200 долларов. Много ожиданий было по поводу Alcatel. Они до CES анонсировали линейку смартфонов, которые поддерживают сразу 3 OS. Android, Windows Phone и Firefox OS. Теперь же стало известно, что свободно переключаться между ними не получится. Возможность это будет только у операторов связи. Они на свое усмотрение смогут установить одну из операционок. Вот и все интересные новинки, которые представили на CES 2015 6 января. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал и заходите на наш сайт. Пока!